приветствую друзья пожалуйста запомните эту картину потому что некоторое время пока я не найду другую площадь где рисовать я рисовать не буду потому что я теперь понял откуда у меня голос садится оказывается из-за красок я с детства астматик но у меня в детстве не было астмы как таково я просто хуже других детей в школе в медкабинете дул в этот спирограф который поднимается в воде вы знаете такую штучку в медкабинете в школе всегда удивлялся почему меня так потом у них подпрыгивает а у меня там чуть-чуть только поднималась а потом когда я работал центре защиты от стресса у себя на таганке москве у меня там было 25 лет центр и вот в этом центре до этого никогда не было астмы и там у меня произошла простуда и мне там одна тетенька по доброте душевные 3 дня заставила меня пить и молоко со сливочным маслом и поэтому меня потом вдруг включилась астма окажется мне молоко нельзя и масло сливочным нельзя но это потом проверили в крови что нельзя молоко масло и рисовать рисовать а там у меня значит было в одном зале только в котором я принимала группы у меня было 100 квадратных метров все весь центр занимал 200 квадратных метров там был зал и 5 кабинетов к нему очень удобно так расположены вокруг зала очень удобно такое это вот прекрасный центр был но я вам хочу сказать что там я принял за 25 лет из 170 городов снг плюс из многих стран мира ну естественно в москве ежедневно в москве 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 и детей и взрослых которые страдали от различных форм насилия там и так далее там готовил я специалистов врачей и психологов из разных министерств и ведомств и в одной зале где 100 метров я дышал масляными красками там на одной стороне в зале висели мои картины живописи а на другой стене висели все почетные грамоты министерств и ведомств специалисты которых у меня проходили подготовку антистрессу ну там и мвд и фсб и минобороны там и главное управление всяких-всяких мизрамов и мин образование психологи и мчс ну очень много людей проходили подготовку специально и там же я принимал и детей взрослых у которых и астма и пострадавшие от различных форм насилия и которые просто спать не могут на центр защиты от стрессов вообще-то выдающийся ко мне приезжали люди один немец приехал потом он писал своим друзьям прямо от меня звонил и говорит слушайте вы знаете где я нахожусь лучшем центре европы по проблемам стресса то я даже удивился и не знал что у нас лучше центра европы мы же тоже как бы вы представляете но сейчас конечно я не занимаюсь мвд фсб я не занимаюсь десять лет уже потому что я вообще в центре не нахожусь я занимаюсь школы человек будущего homo futurus и поэтому делюсь с вами всегда я прошлый раз говорил в одном из роликов про индикатор что я человек индикатор который на себе все чувствует и давление погодное когда меняется у меня меняется и настроение когда у меня меняется у меня все меняется я вам говорил что настроение человека отражается и на его творчестве на картинах отражается и на всех делах его отражаются чем бы он ни занимался поэтому запомните пожалуйста эту картину я так перестал рисовать в зале у себя в центре защиты от стресса, там, повторяю мне было, только в зале моем, где я рисовал, было там 100 метров, я рисовал масло. Я перестал рисовать маслом, потому что оказалось, что мне масло противоречит моему состоянию, как астматика. Потом, значит, у меня Жюзик и Жюзика были, два хомячка. Я их по ночам выпускал из клетки, они у меня на кухне там стояли. И они бегали, бегали. Причем интересно было, что, оказывается, ну, короче говоря, их, оказывается, вот это тоже мне нельзя, оказывается, у меня по крови и по деревьям. Но они интересны были. Они вот бегали, и потом, значит, Жюзика останавливалась по ходу в какой-то точке, посмотрела на меня и дальше побежала. Ну, типа, кокетничала и смотрела, как я смотрел. Ну, это очень здорово было. Потом я их опять в клетку клал, и так каждый день. Очень хорошие, любимые мои хомячки. Значит, мне любимые хомячки нельзя было, потом нельзя было масляные краски, и я 7 лет уже не рисовал там. Да, только однажды я рисовал, когда мне надо было в одном фильме сниматься, и я там вынужден был показывать, как я рисую. Потом, значит, у меня... Вот почему я это все рассказывал? Голос я понял, почему у меня садится. Потому что, оказывается, краски. Недавно я заметил, что у меня нога текает одна, я не мог понять. Причем отек почечный, потому что я врач понимаю. Нажимаешь, ямочка остается. Сердечно нажимаешь, не остается ямочка. А тут остается. Я думаю, откуда у меня почки? Откуда у меня почки? Ну, что такое? Оказывается, я каждый день рисую. И здесь я... Здесь площадь в пять раз меньше. В пять раз меньше. Вообще маленькая площадь. И я, оказывается, дышу все время этой краской. И поэтому, оказывается, эта краска на почки влияет. Я это понял, почему. Потому что, во-первых, я не понимал, отчего нога так у меня стала текать. Я не понимал, почему у меня голос садится все время. А сегодня понял. Потому что я рисовал, а я рисую очень. Как масло. А сейчас я рисую уже пять лет. Не маслом, потому что маслом мне нельзя. А рисую акрил. Потому что мне сказали, там же водой разводится. Что там? Ну, рост помыл, потом и все дела. Ну да, водой разводится. А я же потом и кисточкой мою. Когда я кисточкой мою, в горячей воде мою кисточкой, вот эти испарения, оказывается. И когда рисую вот эти испарения, оказывается. Я почему это говорю? Я же делюсь с вами всегда. Я как индикатор. Все через себя пропускаю, анализирую и самонаблюдение. Понимаю через некоторое время, почему что происходит. Я с вами делюсь. Потому что очень много людей сейчас занимаются. И этим самым, как они там называются, ну, рисуют все, что в голову придет. Арт-терапия, потом завершились. Графика. Графика вот это вот. Из-за графика. Очень много рисуют. Поэтому, чтобы вы просто понимали. Я вас не пугаю ни в коем случае. А чтобы вы просто понимали, что если у кого-то аллергия есть, имели в виду, что краски в совокупной системе. Вода сейчас грязная. Возвук сейчас грязный. Все что-то там не так экологически. А еще и краски. И вот они мне, видите, волосы дают. Поэтому вы запомните эту картину. Я-то ее готовил к вебинару. Вот 31-го числа у нас будет с Романом Газенко вебинар, где он и я. Мы покажем новые вещи, которые помогут вам быстро снимать стрессы, настраиваться и выполнять свою деятельность успешнее, чем раньше. В частности, сверхобучаемость, кто учится чему-либо, менять профессию. Сейчас вообще очень важно. Потому что этот искусственный интеллект за год от года все больше и больше будет освобождать людей от необходимости присутствовать в жизни. Потому что рабочие места. Искусственный интеллект будет заменять рабочих людей, которые делают какую-то работу. А только будут оставаться те люди в жизни преуспевать, жить, созидать. Которые на самом деле отличаются от роботов. Которые на самом деле развивают себе творческое начало. Поэтому Школа Чайбурщик Хомокультурас обучает людей снимать стресс и использовать нервно-психическое напряжение страха, боли, стресса любого. Как стресс-трамплин для личностного роста, для развития и перенаправлять энергию стресса на создание произведений в любой области. Я рисую, вы может быть там инженер, вы может быть там спортсмен. Это везде нужно использовать умение. Как использовать стресс, направлять на достижение своих целей, на исполнение своих желаний. Этого роботы делать не умеют. Поэтому наша Школа Чайбурщик Хомокультурас занимается этим, обучает людей управлять своим состоянием. И самое главное, что в мире никто никогда не делал, использовать энергию стресса по своему усмотрению. Это очень важная форма. Итак, запоминайте, пожалуйста, эту картину, потому что я не буду некоторое время рисовать, пока не найду возможности сменить эту площадь. А сейчас площади дорогие, пока я сделаю это, пройдет некоторое время. Потому что я должен ее дописать. Там щелочку дописать, чтобы она была более улыбчивая, еще более шедевривая, чтобы картина была. Но она мне, честно говоря, сейчас очень нравится. А моя оценка – это шедевр. Получилось. Ну вот, не знаю, личика дописать или не дописать. Я знаю, что вы люди сочувствующие. Вы, конечно, сразу мне там напишите по возможности, что картина и так прекрасная. Я понимаю, я вам очень благодарен за это, что вы мне крылья даете. Это всегда приятно художнику. Дай в любом деле комплимент. Включает энергию. Потому что включает эндорфин. Так вот. Пишите как есть. Потому что допишу я ее завтра или я все равно решу вопрос площадью. Я все равно допишу. Поэтому с вашей помощью я пишу лучше. До встречи, друзья. На вебинаре встретимся тоже. До связи.